итак уважаемые товарищи мы рассмотрев одно и многое пришли к тому что притяжение отталкивания снимаем друг друга и мы снова получаем равные себе бытие но уже это не для себя бытие равны снова снова равные для себя бытие это снятые для себя бытие вот такое снятое бытие есть количество когда мы начинаем рассматривать чистое количество то есть самое первое количество то мы прежде всего то выявляем первый момент этого количества – это непрерывность, которая есть в притяжении в том виде, в каком она находится в количестве. Снятые одни, безусловно, они поэтому равны друг другу и продолжают себя друг в друге. И тем самым непрерывность подчеркивает равенство, равное соотношение с собой, количество, но это равное соотношение только потому равное, что есть многие одни, которые в снятом виде остаются в чистом количестве, и этот второй момент является дискретностью. Как мы видим, сначала количество выступает как непрерывность, но еще раз подчеркиваю, что непрерывность как равенство себе – это не просто непосредственное единство, непосредственное равенство, а равенство посредственным отталкиванием в том виде, в каком он находится в количестве. Поэтому этот момент отталкивания выражается в моменте дискретности количества. Казалось бы, это очень простые моменты, и, казалось бы, очень простая мысль, что они находятся в единстве, Но, тем не менее, такое соотношение непрерывности и дискретности зачастую игнорируется, и получаются странные результаты. Я бы привел пример такой, что есть в общественной науке и в экономической такой подход, который называется методологический индивидуализм. Например, нельзя использовать категорию государства, потому что государства – это всегда люди, у людей свой интерес, и поэтому как можно говорить о государстве как носителе какого-то единого интереса? О чем здесь люди говорят? Люди говорят здесь и на что нажимают? Нажимает момент дискретности, что государство – это люди, значит, каждый думает о своем, и поэтому с чего вы тут пытаетесь провести какую-то линию? Конечно, государство – это люди, кто же сказал? Другое. Но у них что, разве нет равенства, которое пронизывает всех этих людей и объединяет всех этих людей, и тем самым можно хрицовать этих людей как нечто непрерывное, равное себе в соотношении многих одних. Конечно, есть равные. Государство, мы знаем, это машина для подавления одного класса другим классом, и вот используется эта машина насилия. Так вот, у всех этих людей, многих, и образующих момент дискретности, есть общий интерес, который стоит в том, что получают они продукт правящего класса, и тем самым они заинтересованы в том, чтобы служить этому классу. Это у них общий интерес, и поэтому, вот несмотря на то, что у каждого чиновника есть и свой интерес, момент дискретно прослеживается, но непрерывность тоже же есть. Поэтому они действуют заодно, например, против эксплуатированного класса, представителя государства, которое является аппаратом в руках господствующего класса. Поэтому это неправильно представлять государство как нечто только разрозненное, то есть не видеть момента непрерывности. Или наоборот, скажем, Ленину приписывали такую мысль, что, дескать, вот у него есть выражение, что при царизме все производство будет единой фабрикой. И говорят, ой, да как это Ленин, такой недалекий человек, понимаешь, он видел только одно, что все в одно сольется. Но это свое непонимание соотношения дискретного и непрерывного люди приписывают Ленину. Вот понятно, что Ленин подчеркивал единство хозяйственного организма, да, как одна фабрика. Но неужели он, как вы думаете, он не рассматривал отдельные предприятия, начало, на которых действуют отдельные предприятия. Неужели он не понимал, что вот будут эти производственные звенья, связанные с системой общественной жизни, не отправляют отношения общественной собственности. Но это собственное непонимание приписывать Ленину, это нехорошо. Поэтому, конечно, для Ленина это было совершенно очевидно. Как, например, вот когда он определяет диктатуру патриарта, вот как вот, посмотрите, специально подчеркиваю для тех, кто не знает, что дискретные и непрерывные находятся в единстве, что это именно один, значит, диктатуру патриарта, что именно, значит, такой перевод термина давал, что класс городских и вообще фабрично-заводских промышленных рабочих. Значит, класс, вот вам, пожалуйста. Хотели узнать, как Ленин смотрит на связь с непрерывным и дискретным? Конечно, дискретные есть. Класс состоит из рабочих, кому непонятно. Но это же класс, который связан общими интересами, у всех этих рабочих есть общий коренной интерес в уничтожении классов. Вот поэтому этот класс способен руководить всей массой трудящихся и эксплуатированных в борьбе за свержение их капитала в ходе самой борьбы, в борьбе за сохранение и удержание проекта Победы, в деле создания нового социалистического общества и во всей борьбе за полно уничтожение классов. Вот эти вот люди, миллионы людей, объединяются одним своим коренным интересом, который стоит в уничтожении классов и обеспечении полного состояния свободного и стороннего развития всех членов общества. Поэтому научный подход, конечно же, предполагает осознанное использование, так сказать, идеи о том, что непрерывность и дискретность находятся в единстве. Ну, то же самое и можно сказать, например, об социалистической экономике. Значит, вот был такой человек, которого сейчас нет, и он доказывал так. Как вы говорите о том, что социалистическая экономика, она единая, значит, есть, она же стоит из отдельных предприятий, и больше того, отдельные предприятия эти огорожены забором. И вот он рассматривал огороженные предприятия забором как символ экономической обособности, что, дескать, у них свои интересы. Вот они поэтому огорожены забором, чтобы, не дай Бог, вот кто, значит, не проник на их территорию и что-то не взял из того, что принадлежит им. Вот он в этом видел. Ну, я думаю, что все взрослые люди понимают, что забором огораживают предприятия не для того, чтобы там продемонстрировать, что это, так сказать, что-то отличное от общего и противостоящего общественному, а для того, чтобы люди не попали в зону повышенной опасности. Производство же опасная штука, то есть сберечь людей надо было. Вот для этого, прежде всего, заборы строились. На самом деле, конечно, это предприятия объединены общим планом, то есть они в этом смысле, так сказать, равны друг другу, действуют в одних интересах, по общему плану. То есть здесь это дискретность, которые, дискретность находящаяся в момент с непрерывностью. То же самое и партия. Вот, например, партия. Это что-то такое, про них, которые имеют свое единство, да, но мы говорим о партийных рядах. Партия же включает партийные ряды. Значит, здесь тоже, во-первых, количество применяется партийные ряды, во-вторых, подчеркивается и дискретность, что партия состоит из бойцов. Но все эти бойцы, поскольку они равны в отношении конечной цели своей борьбы, в отношении партийной дисциплины, борются за построение коммунизма и действуют заодно. Тем более распроявлены по отношению к партии, как к сознательному авангарду. Поэтому мы здесь видим и непрерывность тоже. Ну, если говорить об обществе, то вот здесь идея непрерывности не всегда так прослеживается, скажем, рабы и рабовладельцы, если мы берем рабовладельческое общество, то как-то там даже вообще-то рабов за людей не считали, это называли прямо их говорящие орудия, и так к ними относились. Но все-таки это было общество, в котором все люди были связаны общественным образделением труда, и без рабов рабовладельческое общество представить невозможно. Но еще вот этот момент непрерывности не так, что он был положен. То есть, если говорить о том, что эти моменты тоже развиваются, когда берем не только науку логики, а применяем эти категории к общественной жизни. Значит, что касается, например, капиталистического строя, то здесь момент, единственное, больше положен. Потому что все люди равны. В каком качестве? Равны перед законом. Например. Формально хотя бы. Все люди имеют равные права. Например, правы, как вы помните, есть на золотом блюде, если это и золотое блюдо. То есть, здесь, конечно же, упор делается на проглашение формального равенства. Но, тем не менее, уже вам не скажут, что ты говорящий орудие, даже самый последний распоследний бедняк, можно сказать, что же меня оскорбляют, и пойти в суд. И, значит, что-то получи за моральный ущерб. Поэтому так не говорят. Наоборот, все время подчеркивают, что мы все общие, мы все равны, и бедняк, и богач. Это очень разумно с точки зрения буржуазии. Значит, подчеркивать момент равенства и момент непрерывности. Хотя мы понимаем, что дискретность здесь очень большая. Что есть собственники частные, есть люди, у которых единственная собственность – это собственность на рабочую силу. Поэтому здесь неизбежно отношение к эксплуатации. Вот когда мы, значит, устанавливаем коммунизм, даже в первой фазе, здесь момент непрерывности уже больше прослеживается, все отчетливо прослеживается, все люди равны по отношению к средствам производства, все собственники общественных средств производства. Действительно. Хотя мы говорим «все люди», то есть момент дискретности здесь тоже присутствует. А полное равенство, и в этом смысле положенная непрерывность дискретного, то это уже полный коммунизм, когда все будут выполнять в равной мере все общественные функции, участвовать в производительном труде в равной мере, ну, разумеется, с учетом физических способностей и полувозрастных там особенностей, но не будет социального классового неравенства. И вот тогда уже мы увидим, что непрерывность в полной мере будет проявляться в общественной жизни, но опять непрерывность как равенство людей, всесторонне развитых людей, которые тем самым символизируют многое в этом обществе. Ну и последнее, что я могу сказать, что вот если мы говорим о партии, тоже иногда в партии говорят, что же у нас в партии, даже в партии момент непрерывности и равенства есть, мы все члены партии, но надо помнить, что партии – это партии класса, и, скажем, рабочая партия – это что такое? Это партия людей, которые ставят задачу служить рабочему классу, и в этом отношении равны. Но хотя все они ставят задачу служить рабочему классу, но их отношение к рабочему классу и принадлежность к рабочему классу разное. Это мы все знаем. Есть люди, которые из самого рабочего класса, есть люди, которые готовы служить рабочему классу, но не из рабочих. Поэтому есть люди, которые на передовой борьбе, а есть люди, которые подносчики снарядов, что называется. Поэтому что мы имеем? Что, конечно, мы в партии равны все, но, например, прием в партию, если это нормальный организованный прием, был до начала 30-го года, существовало 5 или 6 категорий, боюсь ошибиться, очередность приема в партию. Кого первым принимали? Первым принимали фабрично-зводских рабочих. Ну, естественно, при условии того, что они соответствуют понятию передовых рабочих. Потом шли военнослужащие, которые кровью готовы были считать государство рабочего класса. Потом шли бедняки, и потом, потом, потом уже только доходило до служащих. Вот когда все охраняли, говорят, да будем всех принимать, потому что все равны по отношению к средствам производства. Ну, партия много от этого потеряла, потому что в отношении к принадлежности к рабочему классу и готовности ему служить не все были равны. Да, и давайте об этом не забывать. Точно так же, как в рабочей партии России, мы все равны. Но когда дело доходит до голосования, до принятия решений, значит, большинство за рабочими, и это никого не обижает, потому что мы понимаем, что вот когда мы уничтожим различия между классами, вот тогда, наверное, уничтожим быть различия по праву, по приоритетности голосования в партии политической. А может, она перестанет быть политической, а будет, значит, партия, которая объединяет, так сказать, лучших представителей общества. И при коммунизме, наверное, будет те, кто лучше действует в общественных интересах, и кто в этом отношении немножко отстает. Но к этому еще надо прийти. А пока, например, рабочие партии России голосуют, принимают, так сказать, решения по большинству присутствующих рабочих, а нерабочие тоже голосуют, но всегда остается меньше свет, сколько бы их ни было. И это, однако, не нарушает моменты непрерывности. Непрерывность, потому что здесь стоит в готовности служить рабочему классу и бороться за его интересы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok